Питаюсь, ну все бабки, бабки, бабки. Ну где же, говорю, такое ощущение, что я жил в Бауле. В магазин заходишь, ты и на кассах таджики, и в очередях таджики. Да, к сожалению, это так. А тут уже на дорогах работает или копает что-то, так это само... Да у нас вот что тут говорить, у нас уже. Красноярцы их называют. Ну, копают-то они справно, только то, что они копают, на этом достоинство и заканчивается. Копают и размножаются. А как шухер начался, так они снялись и домой все свалились. А паспорта все, ну, как мобилизация. А, их так что, трогать кто-то будет. Они же все российские паспорта понакупали. Ага. Конечно, они же уже россияне. Ну, и регистрация, все российское, да, да. Граждане? Уже граждане. И вот эти граждане, как запахло жареное, значит, не боитесь. Ну, наших-то с освобожденных территорий никто не призывает. Ни ЛНР, ни Россия. Да, наши-то наши. Ну, веры им нету. Наши-то наши. Это таджики с Узбеком. У них еще и мира своя уже. Ну, я работал у меня одно время тоже, штабнопарник был, сменщик. Таджики. Ну, не помню, как зовут. Ту-ж, смену заканчиваем. И там, москвичик был знакомый, то-ж, с ним. А мы работали сутки-через сутки. Сутки отработал. Утром машину сдал. У нас там на территории кафешка армянская была. Пошли по 100 грамм. Первое-второе салатики, ну, поесть-то надо. Перед тем, кто мой. Ну, и там у таджику. Пошли с вами, будешь? Буду. Я говорю, а как же Вера? А что, говорит, Вера? Вера, сейчас с утра, говорит, выпью. А вечером, говорит, помолюсь. Аллах, простит. Да, намаз. Аллах, простит. Ну, это не все такие. Ну, зато в машине постоянно оставлял такой тип, а вот, как конфетки. Ага. Пожу, говорит, если хочешь. Я говорю, что это такое. На свай что-то? Да, да, да. На свай, как ты. Вспоминался. На свай. На свай. На свай. Я говорю, не говорю, спасибо. На свай не живут. Тем более за рулем. А потом ты тоже. На свай не живут. Продолжение следует...